А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Дмитрия Скрынника. На его канале ты сможешь найти различные летсплеи по различным играм, игру в Майнкрафт, различные мини-игры и также игра на сервере. Если вы заинтересованы, то ссылочка в описании, заходите, подписывайтесь и всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Позавчера Субтитры сделал DimaTorzok Делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Делал 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 DimaTorzok Ху, ну так что 16 бились у нас еще есть, что мы будем делать Мы сейчас прокачаем пулеверла До 40 уровня Отдадим вот эту шапочку Эволюционируем ее в политоид Также сейчас мы ребята Отдадим сидру Стоять, стоять Рарбосс Также сейчас мы отдадим сидру И вместо сидры Ну как бы мы себе возьмем Кингдру Потому что по другому никак И знаете ребята что я начинаю думать То что Мы можем начать Уже себе потихонечку крафтить Компьютеры А зачем нам нужны компьютеры Потому что если вы помните как в предыдущем сезоне было То что при крафте компьютера Есть шанс Что заспавнится бурегон И в предыдущем сезоне он заспавнится Хотя мы компьютеры не сами крафтили А Ну Крафтили через Взяли просто ресурсы С гейммода И просто скрафтили Да но все же Так Нормально И в принципе Но в этом сезоне Мы наверное будем сами крафтить Вы что издеваетесь Именно перед музеем Ребята по поводу музея Да мы скоро будем Ух ты нахрен Вот это лаги Мы скоро будем расчищать музей Наверное в следующих сериях Вы не забывайте ребята Что сейчас у нас Идет происходит игра В музее Остаться в живых То есть Люди которые сейчас находятся в музее Они как бы дальше продолжают комментировать А кто не продолжает комментировать Кто перестал комментировать Тот как бы вылетает с музея Да В какой то степени И в принципе ребята Кто вылетает с музея Тот вылетает с музея Логично Прям охренеть как логично Но Тот кто останется Тот в конце сезона Как бы станет И победителем Или если не один этот будет человека Например там несколько Да потому что может быть что Несколько человек Как бы продолжали комментировать И несколько человек Остались до конца сезона И поэтому ребята Может быть что даже Несколько человек Выиграет Не выиграет А как бы Ну станет победителями Да Поэтому ребята Не переставайте комментировать И так же не переставайте В принципе вообще комментировать И даже те, кто нету, того, кого нету в музее, мне, если честно, очень приятно, когда я смотрю ваши комментарии, если, конечно, комментарии там, ну, адекватные. Также спасибо вам, ребята, за лайки, те, кто ставит лайки, тоже очень благодарен. И нужно, вот, кстати, писать пичу, вдруг, вдруг есть спауна, мы не знаем. Если нет, то тогда мы потом сделаем с помощью Пикачу. Также, ребята, смотрите, мы еще быстренько пойдем на остров. Докачаем три уровня нашему Поливирлу, чтобы, ну, лишний раз не качаться на Блисе, да. Потому что Блисе, мне кажется, более так нужны для того, чтобы прокачать Драгонэйра, потому что наш крутой перец уже немного засиделся, уже его нужно выставлять, выгонять на пенсию, да, и брать взамену Драгонайта. Но пока что еще не можем, потому что наш Драгонэйр не прокачанный. Поэтому, ребята, в этой серии мы даже выложим двух покемонов, это у нас будет Политоид и будет у нас Кингдра. Для Кингдры у нас есть шапочка, для Политоида вот уже тоже есть. Но потом еще... Ой, стоять! Потом еще точно такая же шапочка будет нужна для того, чтобы... Ну, для Кинга, да, нужна будет она. Я просто, ребята, смотрите, так летаю и посмотрите на наше яйцо. Спасибо, конечно, Гру Доша. Ну, как бы, я тебе благодарен, но... Ты нам, как бы, ну, вообще не кстати, что ли. То есть, спасибо? Тут только я не просил. Это случайно, знаете, получилось. Просто мы пролетали, ну, вот заспали с Агро Дон, ну, ладно. Зато мы его убили и прокачали немного нашего Драгонэйра. Целый один уровень, ребят, это прям... Один уровень решает. Но все же, то есть... Он не такой уж и маленький уровень, да? 47-й, поэтому один уровень тоже нормальный. Это, твою мать, там был босс. Ух! Кого у нас еще нету? Си-джи-лиф. Не зря я тут летаю? Си-джи-лиф. Си-джи-лиф. Знаете почему? Потому что си-джи-лиф спамится в пустыне. Так что ты пропал? Я же никуда не... Твою мать. Си-джи-лиф спамится в пустыне, это одно, но... Там босс, но это опять, наверное, Мэджикарп или кто там был. Но пустыня должна быть какой-то специфической, то есть необычной, а... С буковкой М, то есть Дезерт М. И только там спамится и Сандил, и только там спамится Си-джи-лиф. Поэтому, ребята, мы когда-то ее находили, да? Но это было давно. Потому что, как бы, Сандил у нас уже есть давным-давно. Мы его уже давно прокачали. Но, как вы знаете, ребята, вот эти приколы с... С картой, которая удаляет, в принципе, вот те места, где мы когда-то бывали. Как, например, у нас было с... Ну... С алтарем, с шахтами, с другими вещами, с другими регионами, местами, где мы бывали. Да, в принципе, так же, смотрите, вот тут наш дом. Где наш дом? Ну, где-то вот тут наш дом должен быть. Хрен его знает, где. Вот где-то вот тут, ребята, я уже потерялся. И, как бы, там территория даже возле нашего дома просто опять как-то закрылась. И мы опять открывали вот эту территорию. И потому что за какой-то баганый нафиг карты, что ли, или еще что-то. Поэтому, ребята, если честно, не знаю. Смотрите на эти деревни. Мы уже их давным-давно облутали. Были там, поэтому не будем туда даже возвращаться. Поэтому, ребята, то место, где... То место, которое... В которых мы бывали, да? Те места, в которых мы бывали, сейчас, наверное, все-таки закрыты. Вот этой мини-картой, которая почему-то закрыта... Там был босс, твою мать. А мини-карты, которая почему-то закрывает территорию, да? Поэтому вряд ли мы опять сможем найти Дезерт Эм. Я не представляю, где-то вообще может быть. Может, вот тут, например. Давайте немного полетаем, ребята. Все же мы еще успеем прокачать. У нас 16 Блисси есть. В этой серии. Поэтому, в принципе, нам еще нужно Пулеверла успеть прокачать. Три уровня ему. И также заменить покемонов. Удалить Пулеверла, выдать себе Политоида. И также... Удалить Сидру и выдать себе Кинг Дру. Да. И также у нас один Мастер Болл есть. Ребята, в принципе, мы уже будем начинать, во-первых, делать машину для Мью, чтобы сделать себе Мьюту, да? Ну, и во-вторых, мы будем себе уже делать много компьютеров для того, чтобы попытаться хотя бы заспавнить Пуригон. В предыдущей версии он спанил, а может, в этой версии ребята его и удалили. Вы знаете, что с каждой версии они там чудят что-то новое. Поэтому, ребята, никто никогда не знает, что они сделали. И может, действительно, просто удалили спаун Пуригона. Хотя у Пуригона как бы и так нету спауна. Опа. Может, удалились спаун даже через трейд-машину. Ну, посмотрим. Короче, сейчас еще парочку боссов тут убьем. И, наверное, топаем все-таки на наш остров, чтобы убить покемонов и чтобы прокачать нашего Пулеверла к 40 уровню. Но пока что мы сейчас Арбука будем убивать. Хотя попробуем убить, он 120 уровень. Что-то как-то мы очень долго его будем убивать. Да, в принципе, у нас еще есть, еще много покемонов есть, которых у нас нету. Да, которых нужно, в принципе, найти. Но это круто, что мы летаем, ребята, потому что... Потому что... Так. Потому что мы же прокачиваем... Не прокачиваем, мы же разбиваем наше яйцо. А яйцо нам нужно, ребята, разбить для того, чтобы оттуда вылупился Пеликит. Пеликит это, во-первых, и для того, чтобы взять новое лицо с Сиглибафом, да? Кто ты в земле? Ух ты, ультимейт-босс, ребята, я хочу. Я хотел бы, честно, но... Ну ладно, давайте быстренько. Прям быстро-быстро-быстро. Если, конечно, получится, да? Я не гарантирую, что получится быстро-быстро-быстро. А сейчас еще прикол, если мы даже не туда копаем, куда нужно, куда-то в сторону. Сейчас посмотрим, ребята. Потому что ультимейт-босс это круто. Мы, в принципе, нормально сможем прокачать нашего Драгонейра с ультимейт-боссом. Ему там даже уже уровень даст, а уровень на 50-ом уровне это, в принципе, много, действительно. Ух, твою мать! Охренеть, ты прям... Стоять! Охрененный спаун. Так, стоять. Стоять. Стоять, я сказал. Я нихрена не вижу. Вот. Так. Там ниже что-то есть? Я нихрена, ребята, не вижу. А что говорить о вас? Вряд ли, ребята. Да. Твою мать! Ты еще умудрился пропасть? Иди ты в жопу! Мы тут полчаса за тобой копаемся, а ты нафиг пропал. Так. Ну что, давайте быстренько пойдем, убьем несколько покемон для того, чтобы быстренько прокачать пули верла. И у нас еще ждут 16 близи. Опа. Уже не 16, уже 15 близи. Так как видите, что тут заспавился боссик. Это круто! Потому что сейчас мы убьем босса и драгонер с... С какого? С 49 уровня. Еще посмотрим, каким он станет. Вот так, замечательно. 52-м! Три уровня, ребята! Охренеть просто! Что тут можно выложить? Вот так. Три уровня. Сколько у нас? 15, да, близи? О! Ну, в принципе, тут смотрите, большой уровень, поэтому давайте больших уровней мы даже поубиваем. 14 близи. Давайте, давайте, давайте. Так, сейчас, ребята, 14. Давайте вот тебя прокачаем. 14. 13. 12. Замечательно. 12. 11. Ух, ребята, что-то, мне кажется. 11. 10. Что-то, мне кажется, что в этой серии у нас уже даже новый капитан появится. Но только сейчас тут покемоны не очень большие уровни, поэтому я не хочу тратить. Блисси, а лучше мы просто-напросто... Сейчас, пока они там в это все переспавниваются, давайте проще-напросто выложим двух покемонов. Покемонов, да. Стоять. А есть ли у нас все фосил покемоны? Я только сейчас вспомнил. Нужно потом будет, ребята, пересмотреть. Но я знаю, что Кабутопс, Каракоста, Рампордос, у нас вот эти все эродактиль, Арчопс есть. Но остальные... Потом посмотрим, ребята. Может, действительно, у нас просто еще кого-то нет. Потом мы это все посмотрим, потому что сейчас, честно, не помню. Так, это берем. Замечательно. И пойдемте прокачивать, точнее, эволюционировать и выкладывать. Ну что? Удаляем Сидру. Удаляем Пули... Верла. Так, сейчас. Выдаем себе, ребята. Выдаем себе двух покемонов. А, они, в принципе, были одинаковые уровни, да? Какие они были? Ну, в принципе, тридцатые. Ну, сорок... В принципе, сороковые, да? Фух. Так. Окей. Да твою мать. Ну, что ты не можешь написать? Так. Кто там у нас идет? Политоид, да? Политоид. Левел... Сорок, да? И так же Кингдра. Кинг... Так, сейчас. Ага. Я уже напугался, что ее нету. Вот так. Левел сорок, да? Ну что, ребята? Да твою мать. Ребят, ну что это за хрень? Почему вот это? Это сюда, это сюда. Это сюда. Да, это сюда. Эта хрень меняется. И вот это бесит, если честно. Так. Ну что, ребята? Смотрим, кого мы выкладываем. Политоид. Классненький такой, прикольный. И так же Кингдра. Тоже крутой покемон. Плюс два у нас, ребята, покемона. Это круто. Это круто. Двух покемонов мы сейчас выкладываем. И яйцо в какой-то степени наполовину уже потресканное, да? Так, сейчас. Кто у нас там идет дальше? Прокачанный, прокачанный. Ну, Снорлакс это не считается. Прокачанный, прокачанный. Ну что, Политоид выходит, идет Кофинг. И уходит Кингдра, идет Гастли. Два таких покемона, знаете, как будто два шарика и два с какой-то хренью, которая из них исходит, да? То есть Кофинг и тут исходит. Ну, как бы это покемон вообще разные типы, да? То есть Кофинг это, ну... Ух! Наконец-то! Ну, Кофинг это как бы яд, а Гастли это как бы призрак. Но все же они как бы внешне чуть-чуть такие... Ребята, Эликид! Это не знаю. Фу! Вот, вот это круто, ребята. Вот это круто. Наконец-то, Эликид. Давайте выложим Эликида. И сейчас мы возьмем новое яйцо. С Иглибафом. Замечательно просто. И пока, мне кажется, Иглибаф вылупится, то мы уже и Эликида сможем прокачать. И плюс к тому мы уже и Манчлакса, наверное, сможем взять. Опа! Мы уже Манчлакса можем, ребята, взять. Круто! Круто-круто! Кто? Кто еще? Кто еще? Кто еще, ребята? Нет. Для Пикачу... Наверное, все-таки мы сделаем для Пикачу, но это давайте уже в следующей серии. Потому что для Пикачу нужно опять пол менять, а я его поменял на обычный. Поэтому, наверное, для Пикачу мы сделаем это в следующей серии. А больше я не знаю, ребята. Ну, смотрите. Эликид, Иглибаф... Манчлакс. Ну, допустим, еще Пикачу. Но Пикачу пока что не считается. Кто еще? Больше я, если честно, не представляю, ребята. Вряд ли еще кто-то есть. Вряд ли. Действительно, вряд ли просто. Ну, круто! 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 Уже яйцо новое получили. Уже и Ликида получили. Это очень круто, ребята. А так, вот что я забыл. Выкинуть вещи, чтобы потом не говорили, что я читер, вещи себе оставляю. Вот. Вот так. И у нас есть еще 10... 10... 10 Блисси. И, в принципе, с помощью них мы сейчас... Опа, стоять. Клан. А он в земле вроде. Да. Не хочу сейчас. И мы себе, наверное, ребята, сейчас уже сделаем... Дальше некуда. Мы просто дальше уже будем его прокачивать на... Ну... С его помощью прокачивать, да, покемонов. Вот так. Замечательно. Ну что? Угас. Так. 9, да? 9 осталось. Давайте. В принципе, я не скажу, что мы еще успеем прокачать их... Ну, какого-то покемона, да. То есть, кофе-то у нас 30-е, им еще 10-е не осталось. 8, 7, допустим, да. 6. Вот так давайте. О! Ну, эволюция, но я не знаю, еще посмотрим, ребята. Если да, то, в принципе, еще один новый покемон, которого мы выложим, это будет круто. Потому что мы... Я там как раз выложил Эликида, и Эликид, наверное, будет следующим, кого мы возьмем. Ну, или, может, кого-то другого посмотрим. Визинг. Там босс, ну, кто это? Кто это, если не Мэджикар, ну, может, там кто-то другой, все же, но... Пофиг ужай. 6, 5. Ах, я боюсь перекачать, но ладно. 6, 5. 6, 5, 4. 6, 5, 4. 3. Замечательно. 3. Ух, да. Мы еще одного сейчас, ребята, покемона выложим. Ну, эволюция. О, там еще и босс, нифига себе. Нормально. Нормально. Пока что, ребята, сезон вроде в какой-то степени начал преускоряться. Потому что мы в какой-то степени немного забыли про ресторан. Но не переживайте, ребята, ресторан еще вернется. И, наверное, даже будет отдельный сезон по ресторану, где я буду выполнять ваши заказы, ребята. Мне кажется, это будет круто. Если мои подписчики будут оставлять мне заказы, которые нужно выполнить. Я буду выполнять заказы, готовить еду. Да, мне кажется, это действительно будет круто. Так я же уже изучал тебя, Шадо, что ты хочешь? Так. Ну что, потопали. Вот мы убили, ребята, 20 Блисси. Кто тут у нас? Гулдин. Ну. Это, конечно, сложно будет словить нафиг. Не словить, а попасть. А, нет, попал. Нормально. Вот так. Было бы круто, если бы что-то нормальное выпало. Джейс Болл, но. Квик Болл. Ладно, не будем мы туда сейчас его там искать. И, ребята, мы уже выкладываем Визинга. И не успели мы его взять, как мы его уже выкладаем. И Драгонейд. Нужно посмотреть, какие у него атаки. Ух, я даже не знаю, будет ли он ими тащить. Ну, посмотрим. Раз мы уже собрались взять Драгонейда как капитана, то уже пускай он будет. Пятый бокс. Выкладываем Визинга. Берем, давайте, сначала Граймера. Потом еще желтик. Вот так давайте. И у нас уже практически пятый бокс заполнен, ребята. Это круто. В шестом боксе это у нас уже, знаете, такие Шайни покемоны, которые у нас уже есть. Обычные, но сейчас как бы они Шайни. Поэтому мы можем их и качать, или мы можем их просто взять и выкинуть. Потому что они те покемоны, которые у нас уже есть, но просто они Шайни. Это вся разница. Поэтому большой роли это, конечно, не играет, но все же. Да ладно, ребята, давайте уже не будем летать. Давайте уже просто идем домой. И на этом мы будем заканчивать. На этом мы уже будем заканчивать эту серию. Круто у нас появилось уже, точнее, вылупилось уже, наконец-то, первое яйцо. В следующей серии мы возьмем себе нового капитана команды. И потихонечку, ребята, уже какой-то себе даже сезон подходит к концу. Потому что нам осталось еще около 15% покемонов. Там еще, если считать, Рекваза Пуригон, там парочку Пуригонов, Бьюту. То, в принципе, ребята, это мне кажется нормально. Но все же, давайте уже заканчивать. Еще раз, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что вы требуете, это просто на меня подписаться. Вы автоматически станьте одним из крутых перцев. Я буду очень рад этому. И, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok